Решим очередную задачу с параметром из единого государственного экзамена по математике. Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение f от x равно модуль a плюс 2 умножить на корень кубический из x, имеет 4 решения, где f четная периодическая функция с периодом 16 третьих, определенная на всей числовой прямой. Причем f от x равна a x квадрат для x принадлежащих промежутку от 0 до 8 третьих. Давайте разбираться. Нам дано некое уравнение. Заметьте, сказано, что это не функция, это уравнение. То есть f от x равно модуль a плюс 2 умножить на корень кубический из x. И нам сказано, что в этом уравнении вот эта функция f от x является четной, периодической. Дан ее период и данная функция имеет вид a x квадрат, зависит от параметра. То есть в данном случае представляет собой часть параболы. Почему только часть параболы? Потому что данная функция задана на промежутке от 0 до 8 третьих, это во-первых. А во-вторых, она периодическая и дан ее период. То есть вот так вот запишем, чему равен период. Период равен 16 третьих. Как это понять? То есть как это вообще расшифровать? Давайте так расшифруем. Ну, давайте правую часть, вот эту, обозначим через g от x. То есть пусть правая часть это g от x. То есть вот так запишем. g от x равна a плюс 2 на корень кубический из x. То есть вот этот наш корень, это g от x наша функция. То есть по сути дела у нас получается, что f от x равно g от x должно иметь 4 решения. Ну, естественно, что соблюдая вот эти все условия. Можно, давайте запишем. То есть, f от x должно быть равно g от x. Итак, для того, чтобы выяснить, то есть, да, вот это равенство, то есть вот это уравнение f от x равно g от x, надо здесь обязательно написать, должно иметь 4 решения. То есть вот это уравнение имеет 4 решения. Так и запишем. Имеет 4 решения. Вот это наше уравнение имеет 4 решения. Для того, чтобы уравнение имело 4 решения, нам необходимо, чтобы графики пересекались ровно в 4 точках. То есть 4 точки были у этих графиков, у графиков этих функций общими. 4 точки. Давайте построим наши вот эти функции. То есть попробуем их изобразить схематически. И выяснится ситуация тогда. То есть предположим, у нас в системе координат x, y. Давайте изобразим первую функцию. То есть вот такая функция a x квадрат. Понятно, что внешний вид данной параболы зависит от параметра, поэтому мы рассмотрим первый случай. То есть первый случай, когда a, например, больше нуля. Если a больше нуля, то вот это будет часть параболы. Почему часть? А потому что, посмотрите, она, эта часть параболы задается вот на таком промежутке. То есть получается, ветви вверх у нее будут, и график будет выглядеть. Давайте сейчас изобразим, как будет выглядеть график. То есть, ну вот, каким-то образом, как-то так. То есть вот эта вот часть нашей параболы. Сейчас одну минуту поровнее сделаем. Вот такая. Вот она у нас. Это часть параболы. Проходит через начало координат. Далее, давайте посмотрим. Это часть параболы, которая задается на промежутке от нуля до восьми третьих. По условию это так. От нуля до восьми третьих. То есть вот эта точка у нас будет восемь третьих. И надо нам найти, а чему же тогда будет равен y, если x равен восьми третьим. То есть это просто-напросто нужно подставить. То есть для того, чтобы найти значение f от x, нужно подставить вместо переменной x то число, которое мы хотим. То есть восемь третьих. Это вот как раз край этого промежутка нашего. Подставляем, возводим в квадрат. Получается шестнадцать девятых. То есть получается шестнадцать девятых а. Ой, извиняюсь, шестнадцать. Восьмь восемь шестьдесят четыре. Да, шестьдесят четыре девятых. То есть получается шестьдесят четыре а деленное на девять. Ну, можно подписать. То есть вот эта точка у нас будет шестьдесят четыре а деленное на девять. понятно теперь давайте далее построим остальную часть графика нашей функции учитывая то что по условию эта функция четная то мы строим а расчетная функция то график симметричен относительно оси у y то есть мы должны тогда достроить вот с другой стороны давайте я даже могу другим цветом то есть вот с другой стороны мы достраиваем вот эту нашу параболу четным образом то есть они график должен быть симметрично оси у y и давайте сразу покажем что это за . будет вот эта . будет минус 8 3 вот таким образом ну и теперь данная функция периодическая период 16 3 и посмотрите как раз длина вот этого промежутка равна 16 3 а это значит вот данная функция то есть данный график периодически будет повторяться через каждые 16 3 то есть вот таким образом и далее точно также вот таким образом ну естественно слева тоже итак нам удалось с вами построить вот такую периодическую и четную функцию и теперь нам необходимо посмотреть а что же будет являться графиком вот этой нашей второй функции g от x то есть надо построить график вот этого корня это будет функция ну вот это какая-то константа причем она строго больше нуля всегда почему что а мы взяли случай когда а больше нуля а значит а больше 0 до плюс еще 2 то есть под модульное выражение строго больше нуля а это значит у нас будет какая-то констанцию константа умножаться на корень кубический корень кубический мы знаем график этой функции это функция она будет обратно к обыкновенной кубической параболе параболе графики и симметричен относительно бисектрисы 1 3 координатных четвертей и мы сейчас сможем его построить то есть он выглядит как-то вот таким образом кто забыл может по точкам строить то есть вот эту константу может там принять за единицу предположим чтобы она не мешалась может схематически сейчас делаем и подставляя вместо переменной x извлекая корень кубический находить значение функции то есть можно по точкам построить и убедиться что график будет выглядеть вот каким-то таким образом посмотрите то есть находятся части графика находится в 1 и 3 координатных четвертях и вот пересмотрите сколько будет . ну во-первых 1 . это начало координат а потом вот у нас пошли точки пересечения 1 2 3 4 вот 5 здесь далее будет 6 ну и так далее нам необходимо подобрать такое значение параметра а чтобы было ровно четыре точки в третьей четверти мы видим для случая а больше 0 точек пересечения у нас не будет значит мы давайте посмотрим что нужно для того чтобы было в первой четверти четыре точки пересечения данных графиков посмотрите первая точка это 00 далее вот здесь вот обязательно будет две точки постольку поскольку у нас функция возрастает и да ну а здесь естественно видно что можно даже увидеть и доказать что множество значений функции пересекаются да и вот теперь смотрите множество значений первой нашей периодической функции изменяется от 0 до 64 9 множество значений то есть вот в этой полосе все находится посмотрите вот в этой полосе наша функция первая находится вот в этой полосе как только график функции вот этого нашего корня выйдет за пределы этой полосы то больше точек пересечения у нас не будет вот например посмотрите как можно это показать предположим последняя точка в которой графики пересекутся я сейчас убираю эту часть мы как раз убедимся что это как раз то что нам нужно будет . мы сейчас покажем вот эта точечка будет . с координатами 24 3 вот таким образом как то сейчас получше нарисую то есть вот как то так посмотрите в силу возрастания вот этой нашей функции g то есть после того как она выйдет за пределы этой полосы из множества значений первой функции она больше что уже сюда не вернется то есть больше точек пересечения у нас не будет теперь давайте посчитаем в этом случае сколько будет точек общих точек у наших графиков первая точка начала координат 00 далее идут вот эти две точки по ходу дела и самая последняя . это . давайте кстати и найдем эта . в силу периодичности нужно к 8 третьим прибавить период а период это 16 3 16 3 прибавляем 8 3 будет 24 3 а значит будет 8 24 разделить на 3 будет 8 это будет 8 и вот эта . будет 64 разделить на 9 мы уже с вами ее находили ранее подставляя в нашу первую функцию конкретно точку 8 3 таким образом да а вот та часть графика которая пройдет в третьей четверти у нас точек пересечения с функции f от x у нас . причине там не будет таким образом нам теперь необходимо подставить вот эту точку с координатами давайте сразу я запишу эту точку то есть график график функции g от x должен проходить то давайте так запишем должен проходить проходить через точку через точку с координатами какими 8 а вот она эта . 8 до через эту точку для того чтобы было ровно четыре точки пересечения 8 и 64 а деленное на 9 подставляем подставляем все это в нашу функцию тогда у нас функцию g от x тогда у нас получается вместо g от x мы с вами подставим 64 а деленное на 9 равно модуль а плюс 2 умножить на корень кубический из 8 а далее можно заметить что а плюс 2 в случае если а больше нуля а у нас так и есть под по условию мы рассмотрим первый случай у нас строго больше нуля значит знак модуля можно опустить потому что модуль положительного числа есть само это число и тогда у нас до корень кубический из 8 это будет 2 то есть разделим еще обе части на 2 то есть тогда у нас получается следующее уравнение а плюс 2 мы опустили модуль а плюс 2 и разделили обе части на 2 равно 32 а разделить на 9 32 9 а переносим двойку со знаком минус вправо и получается так а нет ну да все правильно вправо можно перенести а 32 9 а можно перенести влево или наоборот можно а вправо перенести давайте так постольку поскольку 32 32 а разделить на 9 больше чем а давайте вправо перенесем наверное и так 32 а разделить на 9 минус а равно 2 находим значение параметра а тогда у нас получается 32 а минус к общему знаменателю приводим получается 32 минус 9 это 23 то есть в итоге у нас получается 23 девятых а равно 2 но теперь умножаем обе части на 9 23 то есть в итоге у нас получается а а равно 18 23 18 23 посмотрим удовлетворяет ли это нашему условию а больше нуля до удовлетворяет значит а равна 18 23 является нашим корнем далее перейдем к следующим случаям я вот здесь вот сразу подпишу что первое значение а которое мы нашли и она является решением это 18 23 то есть да действительно при а равном 18 23 у нас получается ровно 4 решения теперь рассмотрим второй случай второй случай это если а а меньше нуля кстати что будет если а равно нулю если а равно нулю у нас получается мы сюда подставим до в первую функцию f от x вот сюда посмотрите вот сюда мы подставляем a равно нулю получается ф от x равно нулю и тогда у нас функция равная нулю с нашим корнем кубическим будем будет иметь только одну точку пересечения в начале координат то есть никогда 4 решения у нас не будет а это значит при а равном нулю у нас будет только один корень что нас не устраивает то есть при а равном нулю один корень наверно все таки я вот здесь вот тоже это допишу сейчас то есть при а равном нулю , одна точка пересечения одна точка пересечения то есть нас это не устраивает ну и наконец третий случай если а меньше нуля если а меньше нуля что тогда у нас с вами получится у нас получится с вами та же самая картинка но только график вот этой функции нашей f будет симметричен относительно оси ox то есть ветви будут у наших частей парабол направлены вниз ветви направлены вниз давайте это покажем то есть у нас получится тогда то же самое но только вот этот ветви параболы будут направлены вниз теперь посмотрите теперь в первой четверти точек пересечения уже не будет и все точки пересечения будут только в третьей четверти то есть получится аналогичная ситуация и тогда а вот этот вот график нашего корня должен проходить через точку с координатами минус 8 и вот эта точка по оси y мы еще тоже найдем как ее найти надо подставить минус 8 в нашу функцию вот сюда в f от x посмотрите если мы минус 8 подставляем у нас получается вместо переменной x мы подставляем до минус 8 и тогда у нас получается что вот это значение значение y будет равно точно так же 64 а деленное на 9 64 а деленное на 9 все-таки давайте я покажу почему вот не минус 64 а деленное на 9 а просто 64 а деленное на 9 посмотрите как мы находили эту точку мы должны подставить в нашу периодическую функцию точку 8 3 вот эту точку 8 3 почему потому что именно на промежутке от 0 до 8 3 3 задана наша функция а x квадрат значит мы должны подставить вот эту точку 8 3 и найти значение y для точки 8 3 то есть если мы сейчас посмотрите подставим точку 8 3 в случае если а отрицательно это не важно да то есть мы подставляем в уравнение подставляем вместо переменной x 8 3 получается 64 9 а то есть у нас получается y будет также равен 64 9 а а вот зависимости от параметра если параметр отрицательный тогда и само число это будет отрицательно а здесь сверху параметр положительный тогда и 64 а делено на 9 тоже положительно так что все правильно и так наш график нашей функции jet x должен проходить через точку так и запишем то есть график проходит через точку проходит ну или можно было писать функция функции удовлетворяет эта точка график проходит через точку через точку с координатами минус 8 и 64 а деленное на 9 ну теперь подставляем уже вот эту точку координаты вот этой точки в нашу функцию же от x и получаем следующее значение параметра а тогда у нас получается следующее уравнение то есть получится по практически то же самое очень похоже у нас тогда вместо же от x мы подставляем с вами 64 а деленное на 9 равно а плюс 2 и умножить на корень кубический из минус 8 корень кубический из минус 8 тогда у нас получается 64 а деленное на 9 далее это все равно минус 2 умножить на модуль а плюс 2 делим обе части на минус 2 у нас тогда получается что модуль а плюс 2 равен делим на минус 2 получается минус 32 а деленное на 9 то есть у нас получается вот такое выражение то есть минус 32 а деленное на 9 постольку поскольку у нас а отрицательно то под модульное выражение может быть как положительным так и отрицательным а постольку поскольку а отрицательно правая часть мы видим какая будет положительно почему же само а отрицательно вот мы рассматриваем третий случай а еще знак минус здесь вот находится перед дробью Значит, получается положительное. А если модуль равен положительному числу, то мы можем его раскрыть либо с плюсом, либо с минусом. Давайте я это сотру, а то места у меня не хватает. Давайте я немножко здесь сотру. И тогда у нас для второго случая получится в итоге следующее уравнение после раскрытия модуля. То есть получится, что а плюс 2 будет равно либо плюс, либо минус 32а деленное на 9. То есть после раскрытия модуля у нас с вами получается следующее уравнение. То есть а плюс 2 равно плюс минус 32а деленное на 9. Далее решаем его. Можно а перенести вправо, можно 32а на 9 перенести, разницы нет. То есть тогда у нас получается, что 32а разделить на 9. Да, здесь плюс-минус у нас. Далее минус а равно 2. И у нас получается два случая. 32а деленное на 9 минус а. Давайте тоже запишем эти два случая отдельно. То есть у нас получается такая совокупность. И сначала с плюсом берем. 32а деленное на 9 минус к общему знаменателю приводим. Получается минус 9а деленное на 9. Получается 23а деленное на 9. 23а разделить на 9 равно 2. 23а. Да, все правильно, равно 2. Далее, второй случай, когда мы раскрываем со знаком минус. Тогда у нас получается минус 41а деленное на 9. Да, минус 41а деленное на 9. Минус 41а разделить на 9 равно 2. Откуда мы с вами получаем следующие значения. А равно минус 18,41. Минус 18,41. И а равно 18,23. И а равно 18,23. Но 18,23 не удовлетворяет нашему условию. Потому что у нас для нашего третьего случая а меньше нуля было. Давайте запишем. То есть, вот это число 18,23 не удовлетворяет условию а меньше нуля. Таким образом, у нас получается только один корень. Вот этот минус 18,41. Да еще от первого случая у нас, посмотрите, был 18,23. То есть, в итоге у нас получается два значения параметра а, которые нас устраивают. Давайте запишем эти два значения в ответ. 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 У нас получается а равно минус 18,41. Минус 18,41. Или а равно 18,23. Задача решена. 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 Продолжение следует...